Детский хирург из Альметьевска Одним из первых в республике отправится в Луганскую Народную Республику Единовременное пособие в 20 тысяч рублей уже получили сотни детей военнослужащих Вот в этот период клиент абсолютно ничего не оплачивает Какие еще льготы положены родственникам тех, кого призвали на военную службу по мобилизации? Нескучный вечер, семейные скандалы, сцены ревности закончились поножовщиной Нанесла клинком данного ножа не менее одного удара Нож как средство самозащиты и оскорбление полицейского как дополнение вечера Больше 20 килограммов меда в каждой коробке Это на передовой Весной супруги Флегентовы отправляли лакомство жителям ДНР, а сейчас мобилизованным землякам Здравствуйте, на канале ЮВТ-24 настало время новостей в студии Тимур Туманов Альметьевский хирург первым из Татарстана отправился в Луганскую народную республику Детский доктор Кирилл Булатов едет в Лисичанск Там он займется лечением маленьких пациентов С какими пожеланиями его провожали и как долго продлится командировка, смотрите в сюжете Как солдат не шибко я полезный буду Когда появилась возможность, что именно поехать как детский хирург, как педиатр на осмотры То тогда уже было принято решение, что да, нужно поехать Непростая командировка ожидает детского хирурга из Альметьевска Кирилл Булатов отправляется в Лисичанск Доктор в течение месяца будет лечить маленьких жителей Луганской народной республики Пакт в вамзале детской больницы Его провожают и напутствуют коллеги и представители исполкома В этом человеке как раз отражается вся суть российского народа О том, что действительно в тяжелые времена своих не бросаем Это не просто лозунг, это действительно ощущение Это наполненность человеческой души нашего российского народа Решение помочь своими знаниями и опытом хирург принял еще при объявлении частичной мобилизации Друзья пошли знакомые Тогда первые мысли возникли о том, чтобы сходить в военкомат Я связался с главным врачом нашего военкомата, с Гузер Ханифовным Мы с ней обсудили, поговорил с руководством Тогда мысль о поездке пришлось отложить, но лишь на время Позже Лисичанск стал подшефным городом Татарстана В это же время хирург узнал, что его товарищ курирует службу оказания гуманитарной помощи И груз из Казани готовится к отправке в Лисичанск Врачей там абсолютно нет, население города было 200 тысяч человек Как отметить, почти осталось 30 Из них там около 3 тысяч детей и ни одного врача Врачи тоже все уехали И после этого я спросил, нужна ли моя помощь, могу ли я чем-то помочь Сказали, что да, там действительно нужно Дети есть, инвалиды Мы начали работу Главврач детской городской больницы стоял перед непростым решением При нехватке специалистов отпустить одного из врачей Но он принял его, пообещав оказывать любую помощь на этапе сборов и поездки И оставаться на связи с хирургом Если у человека есть такие намерения и такие желания, как бы, патриотичные, можно сказать И как настоящий доктор он, как бы, именно детишкам помогать Как мы можем его от этого отговаривать? Пожалуй, самое нелегкое испытание ожидает супругу Кирилла Булатова Ей предстоит ждать его домой Сказала мужу, что отпущу, если я с тобой поеду Меня никто не бежит Я жду через месяц, как он и обещал В целом живым и здоровым Кирилл Булатов проведет в Улганской народной республике месяц Он готовится не только оказывать помощь маленьким жителям города В рамках командировок запланировано обучение медицинского персонала Катерина Машинцева, Эльнур Хафизов, Новость Юго-Востока По ножовщиной закончился сентябрьский вечер для двух сожителей А для приехавших на место полицейских публичными оскорблениями После этого подсудимая получила обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Нанесение тяжких телесных повреждений и оскорбление представителя власти при исполнении Если ее признают виновной, ей грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 40 тысяч рублей Нанесла клинком данного ножа не менее одного удара в область проекции пятого бежевеля слева Это итог семейных разбора гражданских супругов В одном из общежитий на улице Шевченко снова был составлен протокол Во время совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникнувшие личные неприязни И далее по тексту Уголовный кодекс трактует действия женщины как пункт З части 2 статьи 111 Нанесение тяжких телесных повреждений с помощью предмета, использованного как оружие На место происшествия приехали полицейские и медики скорой помощи Последних вызвали соседи по просьбе подсудимой Оформив все бумаги, правоохранители решили уточнить степень опьянения И повесли женщину в вытрезвитель Здесь в будущем уголовном деле появилась еще одна статья 319-е оскорбление представителя власти По словам подсудимой, ее супруг Сам любил хвататься за колющее-режущее А в этот раз женщина сама решила взять в руки кухонный нож Говорит, хотела напугать После того, как потерпевшего выписали из больницы, подсудимая приходила к нему менять повязки Обвинение защиты просит обратить внимание суда на смягчающие обстоятельства В особенности на здоровье женщины У нее прогрессирующая меланома Перед вынесением приговора ей предстоит выступить с последним словом Чтобы у подсудимой было время на его подготовку, процесс отложили до 29 ноября В мэрии Лениногорска обсудили меры поддержки семей мобилизованных Круглый стол провел глава района Регат Хусаинов Какая помощь больше всего нужна близким людям Тех, кто отправился отдавать долг родине Смотрите в сюжете Родные, призванных на военную службу, уже получают адресную поддержку Это помощь в решении бытовых проблем и правовых вопросов Психологическое и медицинское сопровождение Больше всего вопросов семьи задают по поводу кредитных каникул Мы в банке предоставляем пока 6 месяцев плюс 30 дней Вот в этот период клиент абсолютно ничего не оплачивает Стратегически вот этот период условно на этот период срок кредита Продлевается еще на дополнительное время Поддержка семей бойцов в Лениногорском районе на особом контроле Единовременное пособие в 20 тысяч рублей уже получили десятки детей Мобилизованных, контрактников и добровольцев Для них предусмотрено бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий У нас все дети мобилизованных, контрактников и добровольцев Освобождены от родительского взноса За посещение дошкольно-образовательного учреждения По образовательным учреждениям бесплатное двухразовое питание Вот эти категории детей Также мобилизованные освобождены от уплаты транспортного налога Родных военнослужащих в инициативном порядке поддерживают и лениногорские работодатели Глава Лениногорского района Рогат Хусаинов обратил внимание на организацию работы с семьями участников спецоперации Выявление нуждающихся в оперативной помощи Для этого необходимо взаимодействие всех подведомственных учреждений и администрации На официальном портале Лениногорского муниципального района собрана информация о мерах поддержки семей мобилизованных Она находится во вкладке «Частичная мобилизация» в разделе «О районе» Далее глава района встретился с родными бойцов, погибших в ходе спецоперации Родителям Рената Бекмурзина и матери Константина Звонарева он передал награды Военнослужащие были удостоены орденов мужества посмертно Они защищали нашу Родину, интересы нашей страны и будут долгие годы служить примером для всех нас Мэр пообещал, что память героически погибших земляков будет увековечена в районе Наталья Лакомкина, Николай Орехов, Новости Юго-Востока По статистике Минздрава Республики сахарный диабет ежегодно входил в тройку самых распространенных причин смертности Пока его в 2021 году не вытеснил ковид Тем не менее он все еще остается довольно распространенным заболеванием Но его развитие можно предупредить и делать это лучше с раннего возраста На неделе борьбы с диабетом медики рассказали, как защититься от этого недуга Слишком не надо переживать Если по мере сил надо стараться, если уж не получается, так сказать, надо подумать Но слишком переживать, чтобы поднять давление, чтобы поднять сахар, чтобы это не нужно О причинах возникновения сахарного диабета студентам огни рассказывает врач Гаяс Малахметов Среди них предрасположенность, гиподинамия, неправильное питание и стресс Третья курсник Владимир Гарин родом из Заинска Он впервые встретился с эндокринной болезнью, когда учился в первом классе Спусковым крючком стали трудности в семье Ему стало плохо прямо в школе И после ряда обследований выяснилось У него сахарный диабет первого типа Один из типичных симптомов – жажда и тошнота Я пил порядка 5-6 литров воды за час И не было абсолютно аппетита Из-за болезни Владимиру пришлось менять свои привычки В его жизни появились уколы инсулина, дробное питание, ограничения на сладости Спорт ему разрешен лишь в умеренных количествах Появилась необходимость носить с собой глюкометр Я был ребенком, я еще не понимал, не осознавал все ответственности Все ответственности лежала на матери Но потом впоследствии я уже начал привыкать к этому И сначала одногласнику были какие-то даже шутки Но потом я уже к этому привык и живу полноценной жизнью Владимир переживал, что диабет повлияет на профессиональное будущее Ведь выбранная им специальность имеет ограничения Но недуг не помешал Парень на третьем курсе по направлению подготовки электроэнергетика и электротехника О том, как избежать развития сахарного диабета и что делать, если он уже есть Прочитал лекцию главврач Альметьевского центра общественного здоровья и медицинской профилактики От специалиста студенты получили ответы на интересующие вопросы Все желающие могут пройти бесплатное обследование в центре медпрофилактики на Тельмана 56А Рината Столярова, Динар Мингазов, Новости Юго-Востока Профессиональный праздник сегодня у российских психологов В Альметьевске его отметили в центре НУР Он на протяжении трех месяцев проводил для врачевателей душ обучающий марафон Сегодня прошел его завершающий этап На нем побывала наша съемочная группа Психолог Нина Афанасьева приехала в Альметьевский центр НУР из Санкт-Петербурга Чтобы поделиться с коллегами уникальным методом работы с клиентами По ее словам, с помощью кинезиогимнастики лица можно быстро снять нервное напряжение Гармонизировать эмоциональное и физическое состояние Но главная ценность инструмента – его универсальность Освоив упражнения, каждый может помочь себе самостоятельно Этот инструмент действует через руки, через ноги, через тело И самое главное, мы воздействуем на рефлекторные точки Мы улучшаем работу мышц, мы включаем нейросвязи Мы включаем новые нейросвязи Алексей Коваленко рассказал о психосинтезе в работе с неврозами Айгуль Сафиулина обучала песочной терапии для борьбы с зависимостями Выступление петербургских спикеров завершили фестиваль психологических практик Для его реализации Центр НУР получил грантовую поддержку Министерства молодежи Республики Татарстан За три месяца проект собрал более 600 участников со всего юго-востока Татарстана А также Чистопольского района и набережных Челнов С ними поделились опытом 24 эксперта из Москвы, Самары, Казани и других городов Сегодня наши специалисты реализуют свои практики То есть по итогам обучения, которые они прошли за эти три месяца Они уже что-то начинают внедрять в свою практику Мастер-классы от местных психологов с применением новых знаний Тоже вошли в итоговую программу фестиваля В одном из кабинетов студенты создавали рисунки с помощью кофе В другом зале проходила двигательная энергетическая практика И то и другое направлено на достижение душевного равновесия В обратную сторону Хорошо Финальная часть обучающего марафона для психологов Символично совпала с их профессиональным праздником Эти два события решили объединить Почетными грамотами от совета и исполком Альметьевского района Наградили лучших специалистов Педагогов-психологов Маргариту Ахмедову и Эльмиру Хусаинову Ну вообще говорят, психологи советов не дают Мы только подсвечиваем путь И поэтому никогда нельзя бояться света Татьяна Шамбер, Динар Менгазов, Новости Юго-Востока Вы можете не только смотреть новости по телевизору, но и читать их в газете Подпишитесь на Знамя Труда и Альметь Тоноры Сделать это можно в почтовых отделениях или в редакции с любого месяца По почтовой подписке издания буду доставлять прямо к вам домой При оформлении подписки в редакции цена на нее ниже, а газету нужно забирать самостоятельно На периодику можно подписаться и не выходя из дома Для этого нужно отсканировать QR-код, который вы видите на своих экранах Еще таким простым способом можно сделать подарок близким, подписав их на любимые издания Подписаться можно и на оставшиеся месяцы этого года, и на первое полугодие следующего Телефон для справок 44 05 88 Еще больше новостей вы сможете найти только на нашем сайте Пишите нам в соцсетях и напрямую в мессенджере WhatsApp Сообщайте о проблемах, радостных событиях и делитесь интересными новостями Мы продолжим выпуск после короткого перерыва и вот о чем расскажем во второй части Их хрупкую жизнь спасали десятки докторов В среднем в Альметьевске рождается до 200 недоноженных детей в год Больше 20 килограммов меда в каждой коробке Весной супруги Флегентовы отправляли лакомство жителям ДНР, а сейчас мобилизованным землякам Они родились с минимальным весом в 800-900 граммов Их хрупкую жизнь спасали десятки докторов Для самых маленьких пациентов медицинский персонал организовал веселый праздник Так в детской городской больнице отметили день недоношенных детей Подробнее в сюжете Когда-то эти ручки были совсем крошечными Их обладатели родились раньше срока и ставили свои антирекорды Вес многих из этих детей достигал лишь 800-900 граммов Сейчас многие испытания для родителей недоношенных младенцев позади Но доктора помнят каждого пациента В Альметьевской детской больнице традиционный праздник, организованный медицинским персоналом Здесь отмечают Всемирный день недоношенных детей Правда, чуть позднее календарной даты Чтобы собрать больше своих пациентов Важно, во-первых, для нас, чтобы мы видели наши труды Как они развиваются, детишки Есть у них какие-то проблемы в физическом развитии, в эмоциональном развитии Потому что все-таки дети рождаются раньше срока То есть мы идем немножко опережая природу То есть пытаемся их выходить В среднем через отделение детской реанимации проходит 200 детей в год Вес самого маленького новорожденного 490 граммов На вооружение у врачей новой технологии Оборудование в тандеме с их профессионализмом Что позволяет снизить возможные последствия рождения раньше срока Очень страшно и непонятно Если честно, раньше я даже не задумывалась о том, что Через что проходят недоношенные дети, семьи Испытали на себе Так Альбина говорит о своих преждевременных родах Семья Фахриевых 14 декабря была на фотосессии А 15-го на стройке в 26 недель На свет появился Аяз После рождения он весил меньше килограмма Было просто испугаться, говорит мама Но поддержка семьи и, самое главное, докторов Помогла справиться Альбина считает, что важно говорить о проблеме недоношенных детей Чтобы осветить проблему того, что вообще существуют Недоношенные дети Как им приходится тяжело И отдельную дань дать врачам, реаниматологам Ведь они делают столько для наших детей Что просто не описать словами Скоро их сыну три года И он не отличается от сверстников Как и другие радуются шариком и веселым аниматором Шустро крутят головой на руках у папы Пытаясь успеть все разглядеть Главное не отпускать руки То, что семья это самое главное Это и ответственность Ну, не переживали Что еще сказать Верили Верили в чудо Вот у нас чудо на руках Каждому маленькому пациенту доктора вручили дипломы и подарки Ну и, конечно, не обошлось без вкусных угощений Устраивать праздник для пациентов в День недоношенных детей Это традиция детской больницы В этот раз на нем собралось больше 30 ребят и их родителей Катерина Машинцева, Альнур Залятов, Новости Юго-Востока Школьники и педагоги со всего Юго-Востока Республики посетили Альметьевск Ученики вместе с наставниками из Ознакаева, Бугульмы, Баблов, Нижнекамска, Заинска и Сарманова Приняли участие в слете победителей и призеров всероссийских и региональных олимпиад Научные конкурсы, соревнования и конференции в рамках программы «Одаренные дети» Организует в том числе и Татнефть в рамках программы «Одаренные дети» Она направлена на поддержку интеллектуально талантливых детей Именно на вас вся надежда, что там, где не будет хватать специалистов Там вы поднимете и подтянете этот пласт к вершинам Ученики 4-й школы Альметьевска еще не имеют водительских прав, но тоже являются участниками дорожного движения Поэтому они сдавали экзамен по правилам безопасного поведения на дороге Но не сотрудникам ГИБДД, а их помощникам, юным инспекторам Декаду памяти жертв ДТП в 4-й школе завершили не показом воспитательных фильмов, а практической проверкой знаний по ДД Шесть станций вместе с участниками прошла Екатерина Машенцева Мероприятие не для галочки, а с воспитательным эффектом прошло в 4-й школе Все ученики знают правила поведения на дороге, но повторить их будет не лишним Для них устроили квесты группа ПДД, а помогли в ее организации сотрудники ГИБДД, учреждения безопасности дорожного движения и станция юных техников Со школьниками проводятся беседы о правилах дорожного движения Классные руководители контролируют ношение светоотражающих элементов Мероприятия направлены на организацию безопасности детей на дорогах Седьмые и восьмые классы как раз тот возраст, который чаще всего оказывается на дорогах, на велосипедах, на самокатах То есть в темное время суток возвращается тренировок То есть вот, чтобы еще раз актуализировать, закрепить знания На чем летал барон Мюнхгаузен? Как летали комарики? Сначала команду угадывали транспортное средство персонажей А затем показали навыки фигурного вождения Камиль Гафиатулин – велосипедист со стажем Передвигаться восьмиклассник предпочитает в основном на двухколесном коне Я и просто катаюсь, и в школу, и вообще, если куда-то надо, я вместо автобуса велосипед беру Парень признается, что кататься, объезжая дорожные конусы, было сложно Но в целом справился он неплохо, потому что на реальной дороге не забывает о правилах Дорогу я перехожу слезая с велосипеда, езжу только по отведенной дорожке и в отведенную сторону, если такова есть Если кто-то едет, я пропускаю, и обычно езжу не слишком быстро На квесте пяти командам нужно было пройти шесть станций Участники собирали дорожные знаки из пазла, показывали владение дорожной мудростью и отвечали на вопросы юных инспекторов На станции дорожной математики командам нужно было ответить на несколько вопросов, касающихся правил дорожного движения на дороге Сейчас свой маленький экзамен юному инспектору дорожного движения попробую сдать и я Четыре мальчика поехали кататься на велосипедах по улицам города Одному из них было 13 лет, а остальным 15 Сколько ребят не нарушили правила дорожного движения? Сколько ребят не нарушили правила дорожного движения? 13 и 15 лет Получается, не нарушили те, кому 15 Трое Правильно, потому что ездить по улицам и велосипеде можно только с 14 лет Правила просты, но растеряться может и взрослый Над ответами ребята думали всей командой Стой, велосипед Велосипед, я уже сказал же Е8 Станции пройдены, настает момент объявить призеров По замыслу организаторов, школьники уже победили, если смогли верно ответить на вопросы о правилах дорожного движения Командам вручили дипломы, а каждый участник квест-игры получил новый световозвращающий элемент Катерина Машинцева, Динар Менгазов, Новость Юго-Востока Пчеловоды из Бавлинского района передали бойцам мед с собственной пасеки Около 200 литров гостинца семья Флегентовых адресовала тем, кто сейчас находится на передовой и восстанавливается в госпитале Подробности далее 67-летней Лидии Николаев-Флегентовы более 20 лет занимаются пчеловодством Помочь бойцам они решили от чистого сердца Довести коробки со сладостью до города семье помогла глава Удмуртско-Ташлинского сельского поселения Светлана Осипова Кстати, весной супруги отправляли мед жителям и ДНР, а затем мобилизованным землякам В каждой коробке более 20 килограммов меда На разложение полезного продукта по пластиковым посудам у Флегентовых ушло почти три дня В посылки также положили и по четыре пары вязаных носков Заместитель главы Бавлинского района Ренат Хамедулин выразил Лидии Николаеве огромную благодарность за поддержку наших солдат Он отметил, что всю помощь обязательно передадут ребятам на передовую Очень приятно, что к этой акции присоединяются практически все жители нашего города и района В стороне не остаются как горожане, так и сельчане Айгуль Диатульна, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока Ваши новости могут стать темой для нового выпуска Своевременную доставку историй до адресата гарантируют подписки на наши соцсети и прямая связь с редакцией Осуществить ее можно в мессенджерах WhatsApp и Telegram Еще мы всегда ждем ваши комментарии, вопросы и темы для обсуждения Подписавшись на наш Telegram-канал, будете получать свежие новости в удобном формате, где бы вы ни находились На сегодня это все. До скорых встреч в эфире! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!